Алтайбаскет завершил выступление на Кубке Сибири и Дальнего Востока по баскетболу. Соревнования проходили в Новосибирске. Наша команда была единственным коллективом на турнире, представляющем Суперлигу 3. Остальные соперники были из Первой Суперлиги. Подробности об играх у Дмитрия Гладких. В Новосибирске, где проходил Кубок Сибири и Дальнего Востока по баскетболу, было поистине жарко. Помимо рядовых болельщиков и соперников, за матчами команд с интересом наблюдали спортивные агенты. Чтобы увидеть в деле игроков, они специально прилетели в Новосибирск. Алтайбаскет открывал очередной спортивный день игрой, пожалуй, против одной из самых амбициозных команд российского чемпионата. Победителя прошлого сезона в Суперлиге 1. Состав чемпиона в этом сезоне стал сильнее. Команда Эдуарда Рауда, который в свое время был ассистентом иностранного специалиста из США Рассела Бергмана и приезжал в качестве тренера Спартака Приморья в Барнаул, поставил наивысшую задачу. Выиграть вновь Суперлигу 1 и пополнить ряды Единой Лиги ВТБ. Мы готовы заходить туда и многие ребята с этого состава уровня ВТБ. Поэтому все надежды на следующий год, что с аэропортом вопрос решится и Сахалин зайдет в Лигу ВТБ. Потому что я думаю, что мы давно показали, что нам пора там быть. И в этом сезоне очень важно провести его так, чтобы ни у кого не возникло сомнений. Алтайбаскет ставит перед собой локальные задачи. Главное подготовиться к чемпионату в Суперлиге 3. Перед матчем с амбициозными островитянами лазарет нашей команды пополнился Евгением Горевым, которого подвели проблемы со спиной. Стартовый рывок Барнаульцев 7-0 обескуражил соперника. В течение всей четверти команда в синем так и не могла найти свою игру. На первый перерыв соперники ушли при счете 23-15 в пользу Алтайбаскета. Во втором отрезке сахалинцы за счет полов Барнаульцев сумели не только сократить разницу в счете, но и выйти вперед 27-24. Перед большим перерывом на табло горело 38-31. В третьей четверти барнаульцы в очередной раз показали свою силу. Да, Сахалин вел в счете, но делал это за счет класса. Наши же игроки старались играть не только по тренерской схеме, но и для публики. 55-45, с таким счетом закончилась третья четверть. В четвертом отрезке игры барнаульцы сократили разницу в счете до 6 очков. Александр Антониковский несколько раз наказал старожила Суперлиги 1 Виталия Ионова, который был вынужден палить. И все же соперник сумел отложить валидольную концовку до следующего раза. Алтайбаскет уступил, но сделал это достойно. Итоговый результат матча 76-61. То, что сегодня ребята сделали, по сути, это подвиг. Это игра на равных с лучшей российской командой. Они молодцы, мы двигаемся вперед, это меня не может не радовать. Заключительный игровой день соперником барнаульцев стал досрочный победитель турнира Иркут. Как и днем ранее в матче против Сахалина, барнаульцы уверенно начали поединок. Броски в исполнении Владислава Соловьева, Клима Мускулиса и Сергея Болотских позволили нашей команде повести в счете 10-2. Правда, уже к окончанию периода соперник сумел не только сократить разницу, но и уйти на первый перерыв, введя в счете 14-13. Вторая четверть прошла с переменным преимуществом то одной, то другой команды. В течение двух минут соперники не могли набрать очков. Ошибки и потери мяча следовали одна за другой. Третья четверть началась с трехочкового броска Андрея Лысенкова, 22-27. В середине отрезка игры подопечным Михаила Терехова удалось сократить отставание до пяти очков. Алтайбаскет, которому суждено в этом сезоне выступать в Суперлиге 3, на равных играл с командой из Суперлиги 1. На заключительный перерыв соперники ушли при счете 33-43. Четвертая четверть и вовсе осталась за барнаульцами, 20-18. Правда, этого оказалось недостаточно, чтобы одержать победу во всей игре. Алтайбаскет уступил 53-61, но в очередной раз навязал борьбу сопернику. Ну не знаю, может быть они не подготовились, так не ожидали, что мы сразу на них нападем. И получилось здесь сделать отрыв. К сожалению, не дотянули и нас дожали в конце. Но играли всю игру наравне. Несмотря на то, что наша команда заняла последнее пятое место, по мнению многих специалистов, Алтайбаскет оставил хорошее впечатление своей игрой. Если бы не травма Евгения Горева, то мог бы попортить статистику многим соперникам. Сейчас АБС концентрируется на подготовке к сезону. Регулярный чемпионат в Суперлиге 3 стартует для нашей команды 11 октября. Дмитрий Гладких, Сергей Седых. Новости.